Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Леноза Барсиитова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. За промахи выговор. Территория не сделана. Сразу приходите, вы прямо на совещание можете уже начинать с того, что вы себе уже на сессию сами написали, так сказать, об объявлении себе выговора. Признание самим вины – это лучший способ. За сорванные сроки сдачи объектов разговор короткий. Южнобережный водовод. Этот водовод позволит сделать дуплер для города Ялта, что обеспечит все его потребности. Большая Ялта будет с водой. Народ говорит, в нашу редакцию продолжают поступать звонки и смс от крымчан. Это последствия очередного прорыва. Трубы все до конца не заделали. Проблемы есть. Будут ли решения? Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 декабря. Поправки внесены в соответствующий указ главы республики. Еще на два месяца остается под запретом работа хостелов. Заполняемость залов в театрах, кинотеатрах, цирках и филармониях не должна превышать 75%. А в 10 крупных городах и районах Крыма – 50%. Запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных на территории 10 муниципалитетов. Кафе и рестораны в Крыму открыты ежедневно до часа ночи. Круглосуточную работу заведений общепита власти разрешают только индивидуально заведениям, которые выполняют особые условия для такой деятельности. Сергей Аксенов анонсировал начало реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе. Финансирование будет выделено за счет перераспределения средств по решению президента страны. Мы приняли решение на следующий год, в том числе, Юрий Михайлович, это дофинансирование работ. Мы договорились по набережной Салгера, там 150 миллионов у вас остатки, это в районе улицы Ракетной. Соответственно, в сторону Комсомольского договорились. Будет финансирование, то есть решение принято, это опять же решение президента. Коллеги, в том числе, что мы будем перераспределение коснется Гагаринского парка, соответственно, в городе Симферополе, там 700 миллионов рублей практически. В данном случае, то есть это то, что позволит повысить, так сказать, качество жизни непосредственно по городу. Работы по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории, которые планировалось начать в августе, пока так и не стартовали. Сергей Аксенов остался недоволен и затянувшимся ремонтом главной дороги в поселке Заозерное. Дату сдачи объекта неоднократно переносили, но участок так и не доделали. Глава Крыма объявил выговор евпаторийскому городоначальнику Роману Тихончуку. Роман Георгиевич, вы меня просто поставили перед фактом, что вы просто не сделаете, поэтому вы же сразу, вы уже переносите, вы чемпион по перенесению сроков в Крыму. Вот чемпион, вы лично, номер один по всем ситуациям. Значит, давайте я просто, Роман Георгиевич, объявите выговор, значит, направьте за моей подписью в данном случае. Вот, Валентин Ильич, 15 ноября, то есть сроки переноситься не будут никакие, вот сразу территория не сделана, сразу приходите, вы прямо на совещание можете уже начинать с того, что вы себе уже на сессию сами написали, так сказать, об объявлении себе выговора. Признание самим вины – это лучший способ. Массовая гибель птиц зафиксирована в районе залива Сиваш на севере Крыма. Специалисты обнаружили до 7 тысяч мертвых особей черношейной поганки, три сотни морского голубка, почти полсотни пеганки. Причины ЧП выясняются. Происходящая ситуация с массовым падежом птицы в Ленинском районе, несколько дней уже контролируется госветслужбой совместно с Росельхознадзором. Принято сегодня на Республиканской чрезвычайной комиссии решение продолжить работу совместно с Росельхознадзором и проверить полностью 5 сел на предмет наличия заболевания. В природе заболевание присутствует, оно присутствовало всегда и будет после нас присутствовать. Наша задача не допустить населенные пункты и его распространение, что пока и выполняется совместно с Росельхознадзором. Мы, со своей стороны, просили бы не усугублять ситуацию с появлениями на той территории, для того, чтобы, возможно, не разнести эту инфекцию за территорию нами контролируемую. Реконструкция водовода в Бахчисарайском районе в активной стадии. Уже пробурили полтора километра от тоннеля. Этот водовод будет обеспечивать всю Большую Ялту драгоценным ресурсом. Технология уникальная. Тюбинговые кольца закладывают в тоннель. По такому же принципу строят метро в крупных городах. Подробности в нашем сюжете. Этот гул в окрестностях села Счастливая Бахчисарайского района замолкает разве что ночью. Тут прокладывают тоннель водовода. Трудится сразу 14 человек. Есть большой строительный автопарк, кран, экскаваторы и грузовые машины. Раствор замешивают нажатием одной кнопки. Здесь задаем программу установленную и начинается автоматическая работа. Компоненты поступают в миксер, там все замешивается. Какое-то время после это переходит в агитатор и там это копится. Готовый раствор занимает. Где-то агитатор наполнит часа полтора. Объект сложный и необычный. Ветка буквально врезается в горные породы. В одних местах грунт более твердый, в других слабый. Из-за этого новый тоннель уходит глубоко в землю, то на 200 метров, то почти на километр. В процессе проходки приходится менять резцы, которые либо тупятся, либо на другие грунты. Те же самые шарошки, которые тоже на другие грунты. То есть приходится выходить за бой, останавливать проходку временно и менять режущий инструмент. Несмотря на сложности, уже проложили около полутора километров тоннеля. Средняя скорость, говорят строители, 10 метров в сутки. Впереди еще 6 километров под горной грядой. Диаметр тоннеля 4 метра. Это позволит подавать 100 тысяч кубометров воды в сутки. Технология уникальная для Крыма. Тоннель проходят и монтируют железобетонные кольца из так называемых тюбингов. Это составные части кольца. По такому же принципу делается метро в крупных городах. По этим рельсам ходят составы, вывозят выработанный грунт и завозят материал. Тоннель проходит параллельно водоводу, который заложили еще в 60-х. Его старая часть пришла в негодность. Решение нашли. Реконструкция старого и строительство нового. Работу ведут по ФЦП за 9 миллиардов рублей. Если случится землетрясение, то дублеры у водовода не существует. А этот водовод позволит сделать дублер для города Ялта, что обеспечит все его потребности. И плюс с увеличением города это все в принципе походим. После завершения строительства, финал работ назначен на февраль 2024 года, вода с самотеком будет попадать из Счастливинского водохранилища на Ялтинские очистные сооружения. Это позволит полностью обеспечить регион драгоценным ресурсом. Лидера среди инженеров интернет-сетей определили в Крыму. В пятом ежегодном республиканском конкурсе «Лучший монтажник волоконно-оптической связи» приняли участие пять компаний. В свой профессиональный праздник – День интернета, который отмечают по всей стране 30 сентября, специалисты соревновались в скорости устранения аварий на линии. Подробностями готов поделиться Дауд Чахалов. Палатки, ремонтные комплекты, а также многометровые провода. Урочище Кизил-Каба в Симферопольском районе на день превратилось в самый технический уголок Крыма. Пять команд соревнуются за право называться «Лучший». Арсенал ремонтного набора самый разнообразный, ведь в деле пригодится каждый инструмент. Монтаж оптической муфты – важный этап конкурса. Она помогает защитить кабели от дождя и снега. В дело вступают настоящие специалисты. Владислав Иванов два года назад на международном чемпионате в Екатеринбурге занял второе место. Республиканский конкурс для него уже четвертый по счету. Для оптики в основном входит то, что именно для оптоволокна требуется. Это кабификс для разделки кабеля, это плужковый нож для разделки также кабеля и брони, для снатия оболочки. Специальные прищепки – это для разделки модулей уже внутри непосредственно кабеля. Остальной инструмент у нас уже в палатке упакован. Оценки выносит судейская команда, в которую вошли представители ведущих телекоммуникационных компаний страны. Наибольшее число баллов набирают те, кто быстро и качественно продемонстрирует цикл работ с волоконно-оптическим кабелем. Подобные конкурсы очень часто проводятся на материковой России, в частности в формате WorldSkills, под патронажем президента Российской Федерации. Очень отрадно видеть, что подобные мероприятия стали традицией в Крыму. Уровень бригад, которые работают с кабелем в Крыму, довольно высок. И вот благодаря этим мероприятиям становятся все более выше. Первые соревнования среди инженеров были организованы в 2017 году. Сначала это был наш внутренний конкурс, где наши сотрудники показывали свое мастерство. И вот постепенно он начал расти, и вот уже сегодня пятый конкурс. Прежде всего, конечно, они получают возможность показать свое мастерство, поделиться опытом, поговорить, пообщаться с коллегами где-то в неформальной обстановке. Значит, до электродов не доводим буквально 3-4 миллиметра. Сварка волоконно-оптической линии – дело не из легких. Приручить провода, которые тоньше человеческого волоса, взялся и министр внутренней политики информации и связи Крыма. В итоге – ювелирная работа и заслуженный диплом участника. Важная и работа, которая достойна уважения. Сложная, педантичная работа. Сегодняшние технологии, они, безусловно, сократили расстояние между людьми, между городами, между странами. И переоценить профессию связиста сегодня, конечно, достаточно сложно. Мы понимаем, что все те события, которые происходили даже недавно в Республике Крым, когда у нас были наводнения, связисты – одни из первых, кто пришли на свои боевые посты и стал устранять то, что повредила стихия, а именно коммуникация и связи. Лучшая команда получила переходящий приз. Статуэтку – победитель открытого конкурса «Лучший монтажник» и особое признание в профессиональном сообществе. Прогресс не стоит на месте. Инновационные технологии выходят на новый уровень. Республика шагает в ногу со временем. Скорость интернета и связи, а также качество предоставляемых услуг улучшаются с каждым годом. Телекоммуникационные сети объединяют весь полуостров. Задача инженера – в случае поломки как можно быстрее найти причину и устранить проблему. До таких конкурсов оттачивается мастерство и скорость каждого участника. Даут Чахалов, Эрсин Фукала, телеканал «Миллет», Симферопольский район. 90-летие со дня образования в этом году отмечает Центр народного творчества Республики Крым. В честь юбилея нагрудные знаки, благодарности, грамоты и подарки вручили сотрудникам и ветеранам труда. Я благодарна судьбе, что я оказалась именно в этом коллективе, потому что коллектив потрясающий. Я была членом аттестационной комиссии Министерства культуры. Мы выезжали по всему Крыму, аттестовали коллективы, находили талантливых музыкантов. В эти годы у нас было 450 народных коллективов по Крыму. Из них 44 были крымско-татарские. В республике насчитывается 104 национальных крымско-татарских коллектива. 11 из них носят звания народных, 7 – образцовых. Центр народного творчества Крыма был основан в апреле 1931 года. За это время он сменил 6 названий. Его главная цель – сохранение уникального культурного наследия народов Крыма. Сегодня юбилей у замечательного коллектива. У людей, которые действительно все знают о клубной работе, о работе с людьми на местах, в поселениях, в селах, у нас огромное количество творческих коллективов, свыше 3,5 тысяч. И планомерно развиваются коллективы. Они имеют звание образцовый, народный. У нас много крымско-татарских творческих коллективов. Спортсмены из Донецка рассматривают возможность проведения учебно-тренировочных сборов в Крыму. Вопросы сотрудничества обсудили за круглым столом представители профильных министерств двух регионов. Спорт – это всегда такая составляющая, которая находится вне политики. И очень важно, чтобы международное сотрудничество в области спорта проходило постоянно, потому что это, во-первых, очень хорошая, конкурентноспособная такая направляющая, которая позволяет спортсменам в будущем достигать более высоких результатов. И, конечно, такое партнерство позволит сделать команду еще более сильней и профессиональней. Гости из Донецка отметили высокий уровень подготовки спортсменов из Крыма. Подтверждение тому – бронза Олимпиады в Токио, завоеванная боксером Глебом Бакши. Я хотел бы предложить проведение совместных соревнований, участия как наших спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях на территории Крыма. Ну и то же самое мы приглашаем крымских спортсменов и тренеров на соревнования, которые проводятся в Донецкой Народной Республике. Кроме этого, конечно, было бы уместно рассмотреть вопрос проведения учебно-тренировочных сборов ведущих спортсменов по тем профилирующим видам спорта, которые хорошо развиты как в Крыму, так и в Донецкой Народной Республике. Народ говорит. В нашу редакцию продолжают поступать сообщения и звонки от крымчан. Многие проблемы уже удалось решить благодаря вмешательству СМИ. Например, наладить электричество или залатать дороги. В этот раз обращение поступило из Южнобережного Алуштинского округа. Подробности в сюжете Эльмас Аблакимовой. Это улица Новая в Изобильном. Местные жители обратились к нам в редакцию недавно с наболевшей проблемой. Здесь прорывает водопровод. Узкая и без того старая дорога из-за этой проблемы повреждается. Это последствия очередного прорыва. Трубы еще до конца не заделали. По словам местных, латать дороги приходится иногда самим вручную. Заливают бетоном ямы. Но покрытие трескается вновь. Вода небольшими потоками спускается вниз по горной извилистой улице. Четыре дня уже бежит. Вот только сегодня приехали делать. По мнению местных жителей, водопровод изношен. Сети старые сильного давления не выдерживают. Меня котел даже выдавило. Распрессовало трубу от давления. Уменьшает давление от прибора. Даже чуть попроще они не выдерживали. А это так называемое место компактного проживания крымских татар. Улица Виноградная делится на три яруса. На нижнем живет Зера Мамутова. Женщина собирает сочный инжир с деревьев и вспоминает детство. Говорит, вернулась в родное село в 92-м. Но поселиться в родительском доме не удалось. Тогда она и еще несколько крымско-татарских семей построили жилье на другой улице. Сегодня тут порядка 60 домов. Из основных проблем нет уличного освещения, дорог и системы канализации. Вечером выходишь – темно. Утром дети в школу. На работу идут – тоже темно. Зимой еще сложнее. Ближе к 4 часам вечера ничего не видно. А дороги, если идет дождь, вся вода сверху к нам идет. Пройти невозможно. Со всеми вопросами мы обратились в ответственные ведомства. По словам руководителя Алуштинского филиала предприятия «Вода Крыма», до конца года заменят 270 метров водопровода в старой части улицы. Материал готов. Безусловно, по-хорошему бы ее поменять полностью и забыть про этот вопрос. Но тариф и государственный комитет по ценам разрешил нам потратить порядка 150 тысяч рублей на перекладку старой части. Это, безусловно, актуально, потому что почти в три раза аварий больше, чем на новой части. Уличному освещению на улице Виноградной быть. К прибору учета энергии и трем светоточкам добавят еще пять в этом году. 300 метров кабеля уже закупили. В этом году осветим верхний ярус. На следующий год заложим два остальных яруса для того, чтобы полностью выполнить освещение данной улицы. Канализацию проектирует определен подрядчик на два года. После того, как проложат трубы, смогут приступить к укладке асфальта. Если вы не можете найти выход из сложной ситуации, уже обращались за помощью в различные инстанции, но вам так никто и не помог, пишите и звоните нам. Номер телефона и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Мы также ждем ваших сообщений в социальных сетях. Эльмас Аблакимова и Алим Сейдалеев, телеканал Миллет, Алушта. Новые детские площадки, зоны отдыха, парковки и ухоженные клумбы. В поселке Октябрьское Красногвардейского района преображаются дворы. Практически наполовину готов один из них. На строительном участке побывала Лиля Ислямова. Двор в поселке Октябрьское Красногвардейского района капитально ремонтирует. Работает бригада строителей и спецтехника. А какую работу вы выполняете сейчас? Бордюры выставляем. Ну, качественно делаем, хорошее, как положено. Красивые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Здесь будет интересно проводить свободное время и детям, и взрослым. Четыре дома, больше двухсот жильцов. Все работы проводятся с учетом их пожеланий. Совсем скоро двор на улице Гоголя заиграет новыми красками. Людмила Кушнер больше 20 лет ждала дворовых преображений. Ну, довольны, что нашим детям, внукам, правнукам, хоть наконец-то мы увидим и площадки достойные, и двор преображен чистый, и все асфальтирован. Строительные работы начали 1 августа, а уже к концу ноября местные жители смогут оценить результат. Проведен полностью демонтаж бордюрного камня и поребрика, демонтировано асфальтовое покрытие, полностью проведена планировка территории. По проекту во дворе предусмотрены три парковки, каждая на 20 машин. Одна находится вот здесь, вот вторая, вот здесь третья. Размещение двух детских площадок, одна для детей дошкольного возраста и для детей школьного возраста. Две беседки для отдыха и четыре хозяйственные площадки для сушки белья. Перед началом работы администрация провела несколько встреч с жителями Октябрьского. Пожелания каждого были учтены. В этом году мы планируем сделать улицу Гогара 23, 25, 27, 29. В этом году у нас еще делается территория улицы Цурцумия 6, 7, дом 11, так же самая дворовая среда. На следующий год планируем, если, конечно, финансирование нам позволит, и нам обратно же будет работать эта же программа, которая работает в этом году. Еще у нас четыре проекта делается. Готовность объекта 50%. В поселке трудятся над благоустройством еще двух дворов. Они вошли в программу «Комфортная городская среда». Деньги выделены из двух источников – бюджета правительства Москвы и регионального. Цена вопроса – порядка 20 миллионов рублей. Лилия Слямова, Саид Валиляев, телеканал «Милет», Красногвардейский район. На этом все. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Всего доброго.